Жара, 21 градус. Вообще, обалдеть, лето. Угуречку надела на всякий случай. В общем, мы сейчас с Димоном двигаем еще в один колледж. Но у Димона немножко поменялась концепция, планы, да, Димон? Ага. А именно... Что мы будем с ним лично видеться? С кем? С мужком? Нет, у тебя по жизни концепция поменялась. Потому что я не очень, наверное, хочу. Уже не хочешь, да, поступать все-таки в музыкальный колледж? Скорее всего, не получится в любом случае. Там, с произведениями, все, ерунда. Вот. А как так получилось? Учительный суд предупредил. Ну да. Не, ну предупредил, но за полгода. Ну почему-то она не готовила. Ну да. Ну как же, намного больше. В общем, да, такая ситуация. Сначала Димон точно хотел поступать. Потом учитель сказал, когда Димон сказал, что вот он сейчас уже ходит на дне открытых дверей в колледже, то учитель сказал, ой, да у тебя композиция не подходит, я тебя к ним не готовила. Хотя полгода назад, в принципе, Димон говорил, что он собирается поступать. Но я даже не знаю, как вот готовиться было к этому всему, вот с этой пандемией. Постоянно почти дома были. В общем, не важно. Но как бы типа не подготовила, поэтому смысла нет поступать. Предлагает идти в восьмой класс. И тогда потом уже она будет готовить, и Дима будет поступать в какой-то определенный колледж. Но Дима уже просто сам по себе не хочет пока вроде бы. Но это еще не значит, что это конечный итог. Плюс может быть вот это место, куда мы идем Диме все-таки понравится, зацепит. И тогда, конечно, наверное, пойдем. И Димон посмотрите, если ему все понравится. Может он и попробует сюда поступить. Посмотрим, как что пойдет. А если нет, то может даже и в десятый пойдет, да, Дим? Не, ну даже если Димон не пойдет в музыкальное училище, если решить не поступать, да, в музыкальное училище, то, соответственно, он так и так пойдет в десятый класс, даже если будет поступать в восьмой класс музыкальной школы. То есть это не имеет значения, да, Димка? Да нет, как-то не желаю. Не очень как-то желаю этого. Что желаешь, Дима? Что же делать? Даже восьмой класс, Дима не хочет уже идти. То есть, ну, хочет что-то новое, да, познать, ты сказал? Нет, где-то так. Ну, где вход-то? Да вам уж спросим. Нет, где-то так. Вот люди здесь. В общем, Дима говорит, что хочет попробовать что-то новое, помимо музыки, попробовать себя в других делах. Да, каких-то. Да. Но пока определенных планов прям со стопроцентностью нет. Есть определенное направление, да, которое ты хочешь? Ну, нет, по сути, нету. А, ну, это направление я его и не очень хочу, то есть в плане, я не против, потому что он легкий, приятный. А, ну да, ой, я помню, по карте видел. И вот Дима хочет, в общем, короче, можно, да, сказать, что именно это? Или пока не будем говорить? Ну, давайте пока не будем, потом, когда вот все будет понятно, то да, и узнаете. Да, в общем, держать будем вас в курсе, а вы смотрите и не пропускайте ни одного нового ролика, и точно тогда будете в курсе всех событий. Я думаю, это вот в том, что... Так, так нам сказали, надо дойти вот до того. Нет, нет, вот здесь. До белого. Мы сейчас на месте. Нам сказали подождать. И Дима репетирует. Классно. Муж звонит. Сейчас отвечу ему. Субтитры подогнал «Симон» 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 Верь, не верь, старайся, не старайся, все равно это нереально. Да, Димон вообще сыграл, я уже поблагодарил, да, еще раз и поблагодарю, мне очень понравился концерт, спасибо, сынок. А теперь можно об этих произведениях забыть. Кстати, Димон играет велично, просто обалденно, видно, что рука хорошо поставлена и жестко играет, еще круто, очень круто. Ну, одно место, нет, они спросили, вы рассматриваете небюджет, то есть, соответственно, я так понимаю, ну, там тоже в небюджетный есть конкурс, но все-таки его они хотя бы, ну, как бы, думают, что можно, все равно, каким-то образом можно. О май гад, блин, у них базар такой, да, интеллектуальный, рядом с музыкальным ученичем. В общем, ну да, а где папа-то, что он сказал? Он сказал, в метро. В метро, ну и пошли, да, да. Ага, надо в него воды попросить купить, хочу от вас. Ну и да, вот, теперь, тем более, ты можешь принять окончательное решение, если ты дальше связываешь с этим свою дальнейшую жизнь, ну, более серьезно, или все-таки нет. Ну вот, если нет, то и нет. Можно же познать действительно другую сторону жизни, кроме музыки. Да, другую, да, сферу лучше познаю, потому что от этого я узнал сферу, она очень тяжелая, очень требовательная. Я скажу, мне кажется, наравне с доктором, в пример. Даже, мне кажется, сложнее немного. Ну, вот это я не знаю. Ну, хотя смотрю, с каким доктором. Я сказал, что они наравне. Ну, может, наравне, да. Но действительно труд, большой труд. Потому что докторских я там тоже слышал, там вообще, чтобы поступить куда-то, там нужно больше 90 набрать. Ой, да, там тоже конкурс очень высокий. Короче, да. Ну, математика тоже непростая, что ли? Да. Так, кажется, все сложно. Все сложно, конечно, так или иначе. Не, ну, не правда, в самом деле есть вещи простые. Но, как бы, есть что-то проще, чем это. Но, опять же, надо непростой искать, а то, что по душе. Если бы действительно Дима хотел очень заниматься музыкой, мы бы на крайняк пошли именно в небытие. Это не важно. Нет, ну, мы уже год отучились в бащу. Да, или отучились год. А так я что-то не знаю, надо ли мне. А вот теперь подумай. Как бы ты прошел такой опыт. Кстати, очень здорово, что там колледжи очень уставку делают. То есть ты встречаешься лично, тебя смотрят, тебя консультируют, рассказывают. Мы про звукорежиссуру, звукорежиссуру проконсультировались отдельно. Да, это очень. Классно. Спасибо им большое, кстати. На самом деле, они нам тоже сказали спасибо, было интересно. То есть, как бы, так поблагодарили. Ну, вот так. Ну, тогда, да, в 10-е пойду. Это сколько свободного времени не поменится, что-то много. Ну, конечно. Можно как-то и в другом направлении двигаться, смотреть. Попробовать себя, да. Вот. Ну, и так же, если вдруг что-то щелкнет, и Димон все-таки решает идти дальше по музыке, то он пойдет просто в 8 класс и будет готовиться тупо умно. Соответственно, на то, на что нужно, да, как учитель сказала. Ну, вот так. Это Димон достаточно кашек, кстати. Димох, здрасте, а что навстречу не пошел? Слушайте, а я вас съездили увидел, а потом Димон нафиг не ходил. Как нас ездили, увидит, что ты рассказываешь. Я сейчас по сумке увидел. Мы когда звонили, ты был уже у метро, а мы звонили еще там за пределами. Пойдете, поэтому я поставил сколько у метро. Я сам все, пойдемте. Пойдемте. Ну, короче, Макдоналдс, у меня сюда затащил рома. На самом деле, я захотела просто кофе и вышли на Тимон Макдоналдс. Я вспомнил, почему Макдоналдс – дерьмо, у него приложение России нету, точно. А что? Вот, короче, вот здесь вот есть суд, Казахстан есть, России нету, по-моему. А что не использовать, вернее, почему вы не на английском тогда? В смысле, а там типа страны выберут? Ну, выберут? Типа бонусы для страны определенных. Ну, а зачем тогда писать на обходе, что чизбургер сейчас стоит 39 рублей, если мы не можем этим воспользоваться в России? Как бы нелогично. Короче, что они там помоют, что это, не то, что бургер. Нет, это же так не работает. Я думаю, это на кассе надо узнать. Ой, этот бургер-пемка же вообще надоел. Честно говоря, да. Спасибо. Спасибо, может. Может, не рассаживаться. Как он сможет? Как он сможет, что-то не работает. Конечно, пойдем. Прикиньте, короче, я сегодня хотела побрызгаться одним ароматом, а то не получилось с другим. И он мне не зашел. Хотя, в принципе, он мне нравится, но он мне не зашел, потому что... Потому что я на него не рассчитывала. Давайте я вам покажу обстановку. Что сейчас тут происходит. Вот муж происходит еще. Я происходит? Да. Да, вот ждем. Отсюда смотрим на топ-гон. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...